Добрый вечер! В эфире РТ Планета. Новости дня в студии Александра Сдвижкова, журналиста нашего телеканала, готова рассказать о событиях четверга. И вот некоторые из них. Тревожные факты. Почему дети стали чаще попадать в дорожные аварии? Коммунальная война в Новотроицке. Куда уходят деньги жильцов? Все лучшее на ОРТ Планета. Телеканал готовится к премьере интеллектуального шоу «Поединок умов». В областном центре снизилось количество детей, сбитых на дорогах. Однако, по словам полицейских, юные оренбуржцы далеко не всегда соблюдают правила дорожного движения, перебегают в магистрали в неположенном месте, создавая аварийные ситуации. Сегодня наши корреспонденты вместе с сотрудниками ГИБДД вышли на улицу города, чтобы понаблюдать за тем, как дети переходят дорогу. Подробности у Инны Маркеловой. Задача сотрудника ДПС сегодня не просто выявить нарушителя, предотвратить сотни дорожных происшествий, в которых могут оказаться несовершеннолетние дети. Именно для этого сегодня проводится рейд пешеходной дороги. Не успели сотрудники ДПС стать у пешеходного перехода, как на горизонте появились первые нарушители. Мальчишки решили сократить путь из школы. После беседы о безопасности мальчиков, конечно, отпускают, но нарушение сохранится в единой базе данных. Если ребенок систематически нарушает правила, это говорит о том, что о поведении на дороге ему не рассказывают родители. Семью могут проверить инспекторы по делам несовершеннолетних. В благополучной семье бывает достаточно беседы с родителями. Максимум – административное наказание в виде штрафа. Неблагополучную берут на контроль специалисты. Привлекаем родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Ставим на профилактический учет и уже в дальнейшем проверяем эту семью по месту жительства. За полчаса четверо взрослых человек переходят дорогу там, где удобно, а не там, где это положено. И это при том, что рядом стоит автомобиль дорожно-патрульной службы. Но хуже всего то, что все это видят дети. И родители своим примером подают детям, как неправильно переходить дорогу. То есть сами нарушают правила дорожного движения, и дети копируют их поведение, и также сами переходят дорогу в неположенном месте. В смертельных происшествиях на пешеходном переходе с детьми за эти месяцы не зарегистрировано. Но с начала года пострадало уже восемь детей. Двое – велосипедисты. Двое – велосипедисты. Девушки вручают памятку, чтобы она не только сама выучила правила, но и рассказала об этом друзьям. Важно, чтобы информация была доступна каждому школьнику, чтобы в юном возрасте не оказаться под колесами машины. Инна Маркелова, Виктор Яковлев. Новости дня. К авариям, между тем, приводит не только неосторожность участников движения, но и состояние дорожного полотна. Это подтверждает и официальная статистика. А в Оренбурге после небольшого перерыва, связанного с дождями, возобновлен ремонт дорог. Сейчас в работе более 10 улиц. На сегодняшний день ремонтные службы уже отфрезеровали 30 тысяч метров дорожного полотна и уложили около 10 тысяч метров асфальтобетонного покрытия. Верхний слой заменят на Терешковой и Орской. На Брестской тоже совсем скоро можно будет проехать по новому полотну. Работы ведутся от улицы Дружба к проспекту Дзержинского. Один из самых сложных участков – проспект Победы в районе остановка Комета. Он будет полностью реконструирован. Мы идем небольшими участками, готовим себе фронт работ и дальше движемся. Поэтому в час пик мы будем, скорее всего, с данного участка бригаду снимать. В ночное время мы работать не будем, потому что участок достаточно сложный, поэтому необходимо его пройти именно в дневные часы. На это уйдет не больше недели. Прошедшие дожди отняли у дорожников три дня. Сейчас там, где ремонтные работы начались до капризов природы после вынужденного простоя, они продолжаются. Краснознаменно 8 марта сегодня мы работаем. Среди с погодными условиями, когда мы отфрезеровали уже эту улицу, естественно, прошел дождь, поэтому мы не могли работать, потому что стояла вода. Поэтому сегодня вода уже сошла, поэтому мы сегодня полноценно туда вышли, работаем максимально, планируем сегодня закрыть эту улицу. Все работы, по словам дорожников, должны будут завершиться в установленные сроки. И теперь сводка о прохождении паводка в нашем регионе. Ситуация в Кумандыкском районе по-прежнему напряженная, но под контролем специалистов. За большой водой следят и с земли, и с воздуха. Это воздушная разведка. С помощью такого беспилотника спасатели оценивают, насколько сильно развилась вода. Пока ситуация в Кумандыкском районе не критическая, но опасения у специалистов все же есть. Здесь остаются подтопленными три низководных моста, один перелив через автодорогу. Непростая обстановка и у села Зиенчурино. С Акмара поднялась. Подтоплен подъезд к низководному мосту. Перелив полметра. От суши отрезаны населенные пункты Дубиновка, Чулпан, Новосокмарска, Мухамедьярова и Индустрия. В поселке Урал организована лодочная переправа, по которой доставляют в село продукты и предметы первой необходимости. Режим чрезвычайной ситуации в Кумандыкском городском округе продолжает действовать. Коммунальная война в Новотроицке. Жильцы пятиэтажного многоквартирного дома возмущены непомерными суммами, которые им выписывает управляющая компания. Говорят, такие платежи поставили их на грани выживания. Кто виноват в коммунальных бедах и куда уходят деньги, пытались разобраться наши коллеги из Новотроицкой телекомпании. Вот отчет. Крыша 320 тысяч истрачена на ремонт. Которая позавчера у нас потекла. Я не знаю, товарищи, я не жил здесь. Потом, обслуживание крыши. Что за обслуживание, я так и не понял. 129 тысяч. Такие собрания жильцы этого дома проводят чуть ли не ежедневно. На повестке дня традиционное «Как выживать будем». Каждый из собственников получил уведомление от РЭС-3. Договор управления многоквартирным домом за 15-й год заканчивается, а новый с ними РЭС заключать не желает. Слишком строптивые собственники оказались. Да и, как выяснилось, совсем не глупые. На таких не наваришься. Управляющую компанию РЭС-3 попросили. Ребята, давайте мухи отдельно, котлеты отдельно. Вот тариф на содержание по статье «Содержание и текущий ремонт» – это согласно минимальных правил содержания многоквартирного дома. 7 миллионов 86 тысяч 776 рублей. Такую сумму жители этой пятиэтажки соберут за год на обслуживание мест общего пользования. На эти деньги тут не только голубые ели в каждый газон посадить можно, но и на ламинат в подъезда останется. Работа выполнена на 301 тысячу. Каких именно, опять не указано. Явно не асфальт перед домом укладывали. Да и кровлю не латали. «Вот позавчера потекла крыша, только ремонт сделали. Что они сказали? Идите, пишите заявление. Я пошла, написала заявление. Чтобы создали комиссию, возмещение ущерба». Справедливости ради отметим. Пару месяцев назад в двух подъездах этого дома начали ремонт. На сегодня закончили. И даже смету на выполнение ремонтных работ предоставили. Вот только выяснилось, что никто ее не утверждал, а жильцы и вовсе впервые видят. «Что еще за что? Уберите, пожалуйста, камеру». «Наталья Петровна, получается такая ситуация, что у вас люди просят заключить с ними договор, а вы им увеличиваете сумму, при этом не отчитавшись за предыдущий год. Правильно? Так мне говорят?» «Если такие отчеты считать отчетами, когда начислено 300 тысяч и никакой расцифровки, куда ушли деньги». «Наталья Петровна, ну просто вот дайте какой-то комментарий». «Я не буду давать никаких комментариев. Вот это вот уже, знаете, уже вот здесь вот. Хочет жаловаться на меня в прокуратуру, в суд, ради Бога, пусть». Жаловались в администрацию, и в прокуратуру, и в жилинспекцию. Последнее, к слову, выявило ряд нарушений со стороны директора РЭС. На основании чего и было возбуждено дело об административном правонарушении. «Такие проблемы случаются сплошь и рядом. Общего их решения пока еще не придумали. Вот и выживаем. Каждый как может». Трагедия в Октябрьском районе. Там водитель не справился с управлением, машину занесло, она съехала в реку и затонула. «Все произошло на реке Салмыш. Течение было такой силой, что у вас унесло на несколько десятков». На место происшествия незамедлительно выехали полицейские и сотрудники экстренных служб. «Давай потихоньку». «Все, все, 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 все». С помощью троса спасателям все же удалось достать автомобиль из воды, но было уже поздно. Пассажирка не смогла выбраться из машины и нахлебалась в воды. Женщина скончалась на месте. Сегодня завершились съемки телепроекта «Поединок умов». В интеллектуальной игре приняли участие 9 команд школьников из разных уголков области. Юные знатоки состязали знания истории Великой Отечественной войны. Как ребята справились с этим испытанием, телезрители смогут посмотреть, начиная с 22 мая. «Поединок умов» будет выходить в эфир каждое воскресенье. Со съемочной площадки телеигры Анна Золотухина. Нынешний сезон телепроекта посвящен памятной дате – 75-летию с начала Великой Отечественной войны. Вопросы о сражениях, событиях, личностях грозных 40-х составляли профессиональные историки. Выучить школьные учебники было бы недостаточным. «Пришлось пересмотреть много фильмов о Великой Отечественной войне, перечитать очень много книг. В этом помогали нам учителя истории. Им большое спасибо. Ну и для нас это бесценный опыт». Финал поединка умов получился довольно напряженным. Две сильнейшие команды десятиклассников вели настоящее интеллектуальное сражение. Набрали одинаковое количество баллов. Победитель смог определить контрольный вопрос. Говоря о подготовленности школьников, жюри с удовольствием отмечает – не перевелись еще юные Ломоносовы. «Очень модно говорить, что молодое поколение забывает наше прошлое. Напротив, мы убедились в этом все, что они не просто знают эту историю, не интересуются, не разбираются. И в этом, конечно, громадная заслуга и детей, и учителей, и родителей этих детей». В ходе игры поединок умов ребята не только сами демонстрировали знания по истории. Наш канал преподнес участникам шоу «Сумасшедшего профессора». И ребята могли на опытах увидеть, как работают законы физики и химии. «Я, возможно, узнал что-то новое, реализовал себя в каких-то новых направлениях и подкрепил знания своей истории. Мне это понадобится в будущем. Я передам это следующим поколениям». Все перипетии интеллектуальной игры, накал умов – теперь это могут увидеть телезрители в эфире нашего канала. Они узнают, кто стал победителем, а также пополнят собственный багаж знаний. Поединок умов выйдет на экраны с 22 мая каждое воскресенье. Анна Золотухина, Влад Горбунов, Новости дня. Об одиночестве женской загадочности и о любовном треугольнике им будут говорить на сцене областного драматического театра. Оренбуржцев ждет премьеры лирической комедии «Вальс одиноких». Можно ли жить одному? И что такое любовь? Ответы на эти вопросы будут искать главные герои постановки. Удастся ли им это сделать, расскажет Диляра Абусева. Эти марионетки, сделанные из папье-маши, не только главный элемент декорации, но и важная головоломка комедии «Вальс одиноких». Куклы – четыре ярких образа бывших мужей, молодой и богатый Мэрлин. Что с ними стало, неизвестно никому. То ли умерли, то ли сбежали. Она их свято помнит и любит, но все равно мечтает о новой любви. И находит ее. Ничего страшного! Помогает одинокой вдове обрести очередную любовь Джонатан. И между ним, его другом и богатой вдовой разыгрывается история, невероятная по страстям и характерная для любовного треугольника. Ты пойми меня правильно. Я лично очень рад, что ты приехал. Понимаешь, я здесь столько лет лапу сосу, папуасом работаю. Эту пьесу режиссер Семен Злотников ставит в третий раз. Сначала ее оценили зрители Москвы, затем Польши. Теперь ее будут играть на сцене нашего театра. Драматург признается, что при каждой постановке рождаются новые особенности характеров героев и обстоятельства их взаимоотношений. Я ставлюсь все время в разных декорациях. Я никогда не повторяю свои постановки. Это как в первый раз. И вы знаете, мне бесконечно интересно размышлять над этими отношениями. Они все время новые, они все время развиваются. Несмотря на новую любовь и страсти, Мерлин иногда возвращается к своему прошлому, к бывшим мужьям. Мужчина, с которыми она встречалась, она как бы с каждым из них продолжает общаться в виде вот этих вот кукол. И как бы и советуется с ними, и монологи им посвящает свои. Останется ли Мерлин с новым возлюбленным и пополнит ли он коллекцию образов бывших мужей-вдовы, остается загадкой. Хотя богатые американки когда-то нагадали мужа из России. Найдет ли она его или будет продолжать кружиться в вальсе одиноких, зрители узнают совсем скоро. Для Рабусева, Виктор Яковлев, Владислав Горбунов. Новости дня. Единая Россия познакомила президента страны с участниками предварительного голосования. Общение первого лица государства и партийцев было организовано посредством телемоста. На несколько часов штаб-квартира партии «Единая Россия» в Москве стала проекцией общения единороссов страны. Президент Владимир Путин и лидер партии, премьер-министр Дмитрий Медведев, лично и посредством видеомоста пообщались с участниками предварительного голосования в Государственную Думу. Вот это предварительное голосование – это новое дело для нашей страны. Но все-таки «Единая Россия» уже использовала этот инструмент, уже начала применять его. Правда, вот так широко, как сейчас, и по единым правилам по всей стране это действительно применяется впервые. Я очень рассчитываю на то, что это будет хорошим способом, хорошим инструментом пойка новых, перспективных, интересных людей, политиков, которые сделают свой первый шаг на предстоящих выборах и будут работать дальше на благо всего общества. В свою очередь Дмитрий Медведев отметил, что было отобрано около трех тысяч кандидатур. Из них две тысячи – это члены партии и около тысячи человек – беспартийные. Но те, кто симпатизирует курсу «Единой России» – курсу президента. От нашего региона в предварительном голосовании в Госдуму будут участвовать 26 кандидатур. Среди них люди разных профессий и возрастов. Эти люди каждый в своем деле профессионал. Мы это также увидели на площадках, которые проходили на дебатах, которые идут и в нашем регионе, идут каждые выходные. Мы увидели, что эти люди разбираются, конечно же, не только сегодня в тех областях, которые представляют. Они готовы сегодня пытаться найти решение и в тех областях, которые сегодня просто-напросто интересуют большинство. Предварительное голосование действительно несет определенную чистку наших рядов партийных. Когда в Государственную Думу, ну а конкретно речь шла о Государственной Думе, придут именно достойные люди, которые могут отстаивать интересы своих избирателей, ну и в частности интересы регионы и в целом интересы страны. В конце встречи лидер страны и председатель партии пожелали участникам успехов и отметили, что предварительное голосование поможет осуществить поиск людей, которые будут работать на благо общества. Для Рабусева Владислав Горбунов, Новости дня. В Оренбурге подвели итоги конкурса «Герой России. Герой нашего двора». В нем приняли участие более 150 человек. От воспитанников детского сада до профессиональных журналистов. Главной темой, как следует из названия, стали истории людей, способных на поступок с большой буквы. В этом зале собрались настоящие патриоты. В своих творческих работах они рассказали о героях, которые живут рядом. Денис из Матейского района написал о своем прадедушке, его боевом пути в годы Великой Отечественной, его заслугах, про то, как теперь он является примером для внуков. Если бы не они, нас бы не было сейчас. Если бы не они, сейчас бы мы не могли радоваться, смеяться, ходить с друзьями. Этот патриотический конкурс, который проводится в преддверии Дня Победы, вот уже шестой год подряд, всегда находит отклик у школьников-студентов. В этот раз было прислано 150 работ. Ребята рассказали о бойцах, воевавших в горячих точках, и о героях нашего времени, о рембургских летчиках, предотвративших авиакатастрофу. Но больше всего сочинение было посвящено, конечно, солдатам 40-х. Действительно, вот у них свое видение о войне, свое видение о том, как это было, и кто, на их взгляд, сегодня герой. Герои – это не только те, кто участвовал в войне, а это те герои, которые обычные, простые люди, живут среди нас. Сегодня очень важна консолидация общества, а без патриотизма, без патриотического воспитания, особенно молодежи, это вообще невозможно. Я считаю, что этот конкурс, этот проект вообще сегодня выполняет важную государственную задачу. Творческие работы участников конкурса не будут забыты. Их обещают опубликовать в печатных изданиях, чтобы как можно больше людей узнали о необыкновенных историях героев нашего двора. Анна Золотухина, Игорь Бероев, Новости дня. Оренбургское отделение Либерально-демократической партии России провело в областном центре первый региональный форум. На него съехались активисты ЛДПР со всей области. Принять участие в форуме могли не только члены партии. Любой оренбуржец имел возможность написать свой наказ, затем они аккумулировались для формирования предвыборной партийной повестки. Пришел, подумал, написал. Одно из помещений форума разбито на секторы. Экология, сельское хозяйство, предпринимательство и так далее. Больше всего предложений и жалоб оренбургцев по части ЖКХ. Не отстает здравоохранение. Дина Муратшина, например, просит обратить внимание на очереди в поликлиниках. А потом еще насчет лекарств я написала. Потому что лекарства нам выписывают врачи, очень дорогие. Хотя есть дешевые. Может быть, они сотрудничают с работниками аптеки. Я так думаю. Много написали и в сектор образования. За полчаса без малого 100 предложений. И вопросов тоже. Наиболее часто встречающиеся. Когда отменят единый госэкзамен? ЕГЭ, школьное питание, это нехватка дошкольных учреждений. То есть абсолютно нового, в принципе, ничего нет. Все это основа партийной предвыборной программы. Один из лидеров ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Катасонов на встрече с партийными активистами из глубинки заявляет. Партия была, есть и будет впредь рупором народных чаяний. Среди которых не на последнем месте изменения самой выборной системы. Это прямые выборы мэров городов. Это прямые выборы губернатора. Это изменение налоговой системы. Когда у нас остается 30% в субъекте, а 70% уходит в федеральный центр. Где защита интересов территории? А их нет. ЛДПР считает, что сейчас, накануне очередных выборов в Государственную Думу, оренбургцам необходимо трезво подойти к оценке текущей политической ситуации. Экономической тоже. По мнению либерал-демократов, страна сейчас на переломном этапе. Когда либо пан, либо пропал. Если коренным образом ситуация через 10-15 лет не изменится, конечно, нужно будет ожидать худшего. Я вижу, здесь есть Шарлык, есть Переволодск, Сорочинск. У нас Ташла. Все должны быть заряжены. Мы хотим жить по-другому. Мы должны проявить волю. ЛДПР находится в стадии обновления. Кто-то решил покинуть партийные ряды, но на их место приходят другие. И это нормальный процесс. Должна быть ротация. То есть, те, которые немножко уже устали, может работать. Перешли, ушли на второй план. Сейчас больше молодежь к нам идет. Много людей приходит написать заявление на вступление в партию. Поняли нашу тактику политическую. То, что мы за людей, за простой народ. Виталий Дерябин, Виктор Яковлев. Новости дня. Сегодня гостем программы «Обратная связь» будет Сергей Грачев, председатель Законодательного собрания Оренбургской области. Какой климат предпочитает бизнес и возможно ли его регулировать? Какие инвестиционные проекты укрепляют экономику области? Как и чем региональная власть помогает малому бизнесу? Эти и другие вопросы прозвучат в программе «Обратная связь». Она выйдет в эфир в 19.25. Свой вопрос можете задать и вы, позвонив по телефону студии 43-4507. Код Оренбурга 3532. Все, что вы пропустили, можете посмотреть на сайте media56.ru и в группах в социальных сетях. Я с вами прощаюсь. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Квартирный вопрос был, есть и остается одним из самых главных в жизни каждой молодой семьи. Но, к счастью, существуют варианты его решения. Например, если у вас есть материнский капитал, вам лишь нужно обратиться в кредитно-потребительский кооператив «Русский бизнес-клуб». Наш кредитно-потребительский кооператив представляет ипотечную программу «Большой семье, большой дом». Мы предлагаем займы на покупку жилья, на строительство жилья, на улучшение жилищных условий для семьи, имеющих детей. То есть, займы предоставляются сроком на 3 месяца. Наши клиенты имеют возможность погасить займы средствами материнского семейного капитала. Мы можем предоставить вашей семье займы на покупку жилья, на строительство дома, на улучшение жилищных условий. На всех этапах работы с клиентом мы полностью сопровождаем его, то есть, можем помочь в оформлении документов, также даем грамотную юридическую консультацию, можем составить договор о припродаже. Узнайте больше на сайте kpkrbk.ru или по телефону горячей линии 8 800 100 04 90.